МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...всей советской армии, от танкистов до подводников. За годы войны было издано около ста приказов по питанию. И всегда в нормах довольствия значились крупы – 170 граммов в сутки. Самой любимой у героев была гречка с мясом. Чтобы каша была не из топора, а шедевром кулинарного искусства, у поваров полевой кухни были свои секреты. Во-первых, котелки натирали чесноком. А чтобы гречка получалась рассыпчатой, ее с вечера замачивали, как горох. На стакан крупы два стакана воды. За ночь она разбухала, и каша получалась наваристой. Щида каша – пища наша, говорили бойцы. Особый шарм придавал и способ приготовления – на огне. Кстати, ели не одну только гречку. В котелках был крупяной разброд. Варили пшенную – это знаменитый кулеш, ячменную, овсяную, перловую, гороховую, кашу из американской фасоли, полент-лизу, кукурузы, это мамалыга и даже из ржи. После снятия пленок она жестковата. Ну, на молодые зубы было нормально. Дольше поживешь, вроде бы сытнее становится. Война войной, обед по расписанию крупами не просто наполняли желудки солдат. Поднимали боевой дух на передовой. Зимой каша согревала и наполняла энергией. Летом варева дарила силы. Кроме того, растительная клетчатка в составе круп повышала устойчивость к стрессам. Полевые кухни перевозили на лошадях и грузовиках. Шутили – где танкист пройдет, повар застрянет. Если окопы находились под обстрелом противника, горячее питание доставлялось в термосах и котелках. Чаще всего один раз и ночью. Военно-полевая кухня кормила не только солдат, но и тыл. Для многих, особенно для жителей сгоревших деревень, это была единственная возможность получить горячий обед. Вокруг поваров всегда кипела жизнь. Охотно подкармливали на полевых кухнях и детей. Угощали, обед привезут. Стоит стол от меня, вон, наполнить. Они садятся есть. Поедят, котелочки оставят там. Кто оставит, кто нет. А мы сидим, подожжатые руки и ждем, кто пальчиком улезет, кто ложечки. Все какой-то суд был чечевика. Все какой-то чечевик. Повара на войне вообще были на вес золота. Они мудрялись под свист пуль не просто готовить, а вкусно. Не случайно в 43-м были учреждены нагрудные знаки «Отличный повар» и «Пекарь». По указу Президиума Верховного Совета СССР их получили 33 тысячи поваров. Продолжение следует...